Ну и всем привет, я продолжаю проходить из зала на лоу Катава Сёдзе. Ну что ж, начнём. После ланча длинноволосая девочка возвращается в класс и молча занимает своё место. Её снова то ли не замечают, то ли гонерируют. Я хочу спросить об этом у Миши, но боюсь показаться чрезчур любопытным. После занятия из Лизона и Миша настигают и окружают меня в вестибюле первого этажа. Отрезав пути к отступлению с обыск флангов. Я немного уязвлён, хотя и подумывал о побеге. Тем не менее, меня настораживал тот факт, что им приходится быть настолько бдительными. Видимо, от них вот так сбежать сбежало уже немало народу. Что за конвой? Я чувствую себя неуютно. Словно опасный преступник, сопровождаемый в камеру. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что? Не так, Хитян? Вот-вот. Мы же просто собираемся поиграть в виск. Собыл? Не знаю, Миша. Это выглядит зловеще. Я начинаю думать, что как только мы сядем играть, вы свяжете меня и будете пытать, пока я не стану молить о премиях в школьный совет. И это, конечно, маловероятно, но всё же от них как будто всего можно ожидать. Добраться до места несложно. Всегда два поворота. И мы уже всего два поворота, и мы уже у кабинета совета. И всё? Из-за такой мелочи? Так, на меня давить? Группа как-то. Неправда, Хитян. Хитян говорит, что когда жизнь человека под угрозой, он может проявить сверхспособности. Жизнь под угрозой? Миша невозмутимо что-то говорит Сидзуне. И та с загадочным выражением, лица печет руки за спину. Какой самодовольный вид. Миша начинает весь сила напевать, пролетворяясь, что не услышала меня. Прекрати. У тебя, в отличие от Сидзуне, нет оправданий. Сидзуне открывает дверь в кабинет школьного совета. Просторную комнату со строгой обстановкой. Без всяких излишеств. В центре их стоит большой стол. Окруженный стульями. А чуть в стороне, стол поменьше. Который, как я понимаю, принадлежит Сидзуне. Еще несколько парт со стульями стоят вдоль стены. Вероятно, просто на сих случай. Кроме этой мебели, комната практически ничем похвастаться. Парашкафов и полок. Набитых старыми школьными документами и папками. Вот, в общем-то, и все. Какое мальчное помещение? Могли бы хоть что-нибудь вроде горшка с цветами поставить. Но больше всего бросается в глаза то, что мы здесь одни. Мы слишком рано? Нет. Что значит нет? Сегодня кроме нас больше никто не придет? Так точно. Прежде чем я успеваю спросить, почему так получилось, Сидзуне очень энергично хлопает в ладоши. Хитян, давай сыграть в риск. Ты ведь обещал, правда? Теперь тебе придется... Ха-ха-ха, да-да-да, хочешь узнать правила? Я расскажу, пока мы тут все готовим. Все готовим. В это время Сидзуне достает из шкафа нечто, напоминающее настольную игру, и бросает на стол. Выглядит игра, пожалуй, довольно интересно. Миша начинает с несовыственной медлительностью путанно объяснять основанные правила, но Сидзуне, не вытерпев, вмешиваясь с резким звонаком руки, провозглашая начало игры. Агрессивный настрой Сидзуна передавится и мне. Я наконец-то проникаюсь в духом соперничества, которого не было и в помине, когда я соглашался на участие в игре. Посреди игры, в то время как я пытаюсь продумать зачастую от атак, сразу на фронта Сидзуна нарушая отход моих мыслей, пытаясь привлечь мое внимание, постукиванием пальцами на крестово. Ситян, Ситян хочет заметить, что ты слишком долго думаешь над своими ходами. И еще Ситян говорит, что оставит тебе Австралию, если ты согласишься вступить в совет. Я думал, это просто игра, безо всякого подтекста. Факт того, что она трясет этим предложением мне перед носом, означает, что она догадалась о моем желании выиграть. И все равно нет. Ситян освящена твоим боевым духом и обещает быть великодушным диктатором, который поощадит твой народ, если ты согласишься вступить в совет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты слишком азартная, Сидзуна! Кажется, она воспринимает это как комплимент. Я ожидал, что председатель школьного совета будет более благожеланным. Благожелательным! Похоже, она не знает, что означает это слово, или как оно показывается жестами, поэтому берет лист бумаги и пишет его для Сидзуны, которая в ответ показывает несколько жестов. Миша прижимает указательный палец к виску, словно пытается впечатать это слово в свою память. Внезапно Сидзуна раздражается потоком жестов. Миша выглядит ошеломленной, то есть скоростью, с которой Сидзуна жестикулирует. Ах, пожалуйста, помедленнее, Ситян! Хм, Ситян? Ситян говорит, что ты проигрываешь. Скажи ей, что я разрушу ее империю своим восстанием. Ах, хорошо! Ее глаза сверкают детским возрастом. Хм. Она говорит, что если ты продолжишь так играть, у тебя нет шансов, ни единого. Хм, надо бы сходиться, пить выбором. Хм. В этом и есть смысл перейти в атаку. Ну ладно. Она или сдевается надо мной, или пытается спровоцировать. Но у меня ничего терять, поэтому следует, на самом деле, попробовать новую тактику. Может, если я распределю свои силы и пробую контролировать большие территории, то смогу получить преимущество. Сезон осуществляться на завоевании целых народов, так что если я пожертвую своими владениями на матрики, то смогу завоевать больше маленьких стран. Стоит попытаться. Но через несколько ходов я все равно проигрываю. Сезонный поправляточки и празднуем победу, торжествующий взмахнув в воздухе кочком. Я победила! Я победила! Ура! Спасибо, я и без перевода понял. Ва-ха-ха! Не расстраивайся так, Хитян. Ты, как мне кажется, старался изо всех сил. Однако, твоих сил пока не достаточно. Лучше кто-кто, а в таком я разбираюсь. Ты неплохо справлялся, особенно учитывая то, что сегодня играл впервые. Хитян. Атаковать Исландию и Северную Африку одновременно было смелым ходом. Хитян впечатлена. Великие люди — это те, кто отваживаются на смелые ходы и преодолевают все препятствия. Попротив же плагина. Разве это не замечательно, Хитян? Но одного лишь потенциал недостаточно. В нем нет смысла, если ты не осмелишься сделать первый шаг и идти вперед. Я хотел бы увидеть больше. Ты прав, Хитян. Но мы так... Но ты так требовательная. Сидзуна поддается вперед, и ее игривость внезапно сменяется той серьезностью, которую я от нее ожидал с самого начала. Хитян, ты хочешь присоединиться к школьному совету? Не теряет время, по пусту, да? Но я в школе только второй день и сомневаюсь, что стоит так скоро сделать какой-либо выбор. Я еще даже не взглянул на остальные кружки. Хотя я был бы не прочь проводить время с Иидзуной Мишей. Мне нужно больше времени, прежде чем я смогу решить наверняка. Возможно, я сообщу попозже. Хорошо, Хитян. Но я надеюсь, ты сказал, что это не для того, чтобы нас расстраивать. Чтобы не расстраивать нас, вот так. Ни в коем случае. Правда? Хитян, если ты собираешься сказать это, это должно быть окончательное решение, и безо всяких сомнений. Знаю-знаю. Я по меньшей мере должен взять реванш за сегодняшнее. Сизина озорно улыбается, проворачивая нож в ране, которую нанесло мне поражение. Такая мне важко. Смешатка. Взглянув на настенные часы, я понимаю, что прошло гораздо больше времени, чем я собирался здесь провести. А теперь, простите, но я хотел зайти в библиотеку. Она ведь еще открыта. Почесав затылок, Сизина же стекулирует в сторону Миши. Так сложно определить, открыта ли она, когда часы весят рядом. Должна бы, если библиотека еще там. Думаю, ты прав вся. Мы пришли к мнению, что она открыта. Она на втором этаже. Мимо не пройдешь. Хочешь, мы тебя оттуда проводим? Нет, спасибо, до завтра. Пока-пока. Всего один лестничный пролет, и я уже сталкиваюсь с проблемами. Второй этаж, точная копия третьего. Передо мной очередной широкий прямой коридор. И отыскать здесь библиотеку задача намного более сложная, чем мне казалось в начале. Помимо пронимированных кластеров здесь еще множество двей, безо всяких обозначений. Библиотека за одной из них. Или где-то дальше. Остановившись на втором, я решаюсь пойти наугад. За углом я обнаружила незакрытую дверь. Она приоткрыта, за совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы было заметно, что тут не заперто. Я полагал, что дверь в школьной библиотеке должна быть гостеприимно распахнутой, но сейчас меня обнадеживает и тот маленький зазор. По крайней мере, изнутри, внутри должно быть кто-то, у кого я могу спросить дорогу. Пусть мне и неловко. Не вручая и готоваясь отправлять в любой момент, я осторожно толкаю дверь кончиками пальцев. В этой школе я чувствую себя посторонним. Мне постоянно преследует ощущение, что я здесь чужой. Поэтому даже такую простую вещь боюсь делать неправильно. Скрип дверей напоминает кряхтение человека, пробуждающегося от долгого сна. Хотя она подается почему-то по моему толчку неожиданно легко. Чтобы быстрее увидеть комнату, я заглядываю внутрь, но робкое приветствие замирает у меня на устах. Такого я не ожидал. Я рассеянно распахиваю дверь настиж, все мое внимание приковывает одинокая фигура в центре комнаты. Я безмолвно застываю в дверном приеме, устаревшись на удивительно красивую девушку. Оценив ситуацию, девушка аккуратно ставит чашку с чаем на стол и открывает глаза, не глядя, однако, в мою сторону. Приветствую, могу ли я чем-нибудь помочь? Она сидит, глядя перед собой, и кажется, не слово, а лишь движение ее губ нарушает покой. Из-за ее неподвижности звук мягкого разумеенного голоса будто бы звучит сама по себе. Она выглядит как иностранка, но все же сильно отличается от тех иностранцев, что я встречал раньше. Кроме того, она самая высокая девушка, которую я когда-либо видел. «Прошу прощения за вторжение, я тут немного потерялся». Она слегка медлит с ответом. Все ее слова и движения точны и грациозны, словно в танце. «Не желаете ли... не желаешь ли присесть?» Неожиданно учитывая то, что я к ней ворвался. «Эммм, спасибо». Не спеша занимая место за столом напротив нее, между нами стоит чашка с чаем. Она не следит за мной взглядом. «Что?» Вместе с туманной дымкой в ее глазах говорит о проблемах со зрением, как у Канзи. «Кстати говоря, говорит она без какого-либо акцента. Вероятно, она наполинная японка». Я удивлял ее собранностью и тем спокойствием, что сидит в комнате. Даже молчание здесь не вызывает неловкости. Атмосфера совсем иная, нежели в кабинете школьного совета. «Полагаю, ты недавно привелся в Ямаку». «А, да, только вчера». Я чувствую, как мои неуклюжие слова контрастируют с личностями речи. Ее благородный, сдержанный поклон усугубляет ее это чувство еще больше. Я отвечаю на него, хотя тут уже осознаю бессмысленность своего действия. «Меня зовут Лили Сато. Приятно познакомиться». «Хисау Накай». Она кивает и указывает в сторону чашки. «Не желаешь ли чаю?» «Да, конечно». Как бы обидно мне не было, я не могу полностью соответствовать галантности ее манер. На мою просьбу Лили спокойно кивает. Не говоря ни слова, она встает и завоевает в ту чашку чая, используя припасы, разложенные вдоль полок. Раз за разом наливая, ей легко касается четким и оточенным движением левой руки той чайник от той чашки. Кажется, будто она выполняла эти действия уже десятки раз. Я чуть наклоняюсь и, выглядывая из-за ее спины, вижу, что она проверяет уровень воды в чашке своим длинным и зрячим пальчиком. Одно дело видеть людей с различными физическими неостатками на локах, и самое другое наблюдать, как они адаптируются в быту. Сидзуна и Миша без проблем работают вообще, общаясь со мной. Лили, на мой взгляд, тоже нашла решение для проблем, о которых я даже не задумывался. Я чувствую себя слегка виноватым, из-за того, что ей приходится все делать самой. Впрочем, кажется, ей нравится быть радушной хозяйкой, готовя мне напиток. Итак, ее мягкий голос прерывает мое безумовное наблюдение. Что именно ты искал? В этот кабинет не так часто заходит после занятий. В школьную библиотеку. Сидзуна и Мии, то есть мои одноклассницы, сказали, что она на этом этаже. Кивнув, она заканчивает наливать воду в чашку, и, судя по металлическому звону, начинает помешивать в ней ложкой. Я знаю мисс Хакамити. Думаю, ей знают. Ее знают почти все ученики. Но раз вы с ней одноклассники, значит, ты тоже в классе-то ты-то, верно? Именно, кабинет естественных наук, мута. Она хихикат и, положив чайную ложку медленно, направляется к столу с чашкой и блюдцем в руках. Вот такой оригинал, его здесь любят. Думаю, и тебе он тоже скоро понравится. Я аккуратно беру чашку и делаю глоток. На самом деле, я предпочитаю кофе, но сейчас не лучший момент упоминать об этом. Тем более, что запах довольно приятный. Не думаю, что будет противно его пить. Спасибо, Сато. Очень вкусный чай. Она с рыбкой отмахивается. Пожалуйста, зови меня Лили. Не нужно фамильярностей. И она произносит это чрезвычайно благовоспитанным тоном. Ну да ладно. Думаю, стоит узнать о ней побольше, ведь она так старается мне угодить. А из какого-то класса? Третий год обучения, да? Именно. Кабинет Т-2. На том же этаже, что и ваш. Нас учит Мияги. Это класс для учеников с проблемами со зрением. Вижу. То есть, прошу прощения. Хочется стукнуть себе по обуви, такую промашку. Хотя стоит по выражению лица, это вовсе её не за дело. Что ты? Что ты? Не нужно стараться подбирать из-за меня слова. Да, конечно, извини. Я здесь новенький, и постоянно это всем показываю. Твоё окружение полностью изменилось, и мне не в чем видеть тебя. Не буду говорить за всех, но многие смелились со своим состоянием. Думаю, она входит в их числово. Это приседа смущает меня, и я пытаюсь сменить тему. Ты здесь часто пьёшь чай? Место действительно очень хорошее. Наверное, для неё это комната, как мой уголок, где я любил перекусывать. Позади здания в старой школе. Я часто прихожу сюда во время ланча. Мои обязанности старосты класса не оставляют времени на кружки и прочее. Так что мы с подругой используем эту комнату для чайпития. Для чайпитий. Старосты, значит, она изюзанная полной противоположности. Изюзанная резкая и энергичная, или лишь спокойная и расслабленная, почти надменная. Так что, думаю, от неё можно услышать более непредвзятое мнение, о школьных кружках. А какие кружки тут вообще есть? Хм, у нас наиболее популярные кружки лёгкой атлетики и бейсбола, а также кружок книголюбов, расположенные возле библиотеки. Есть и множество мелких, как, например, кружок рисования и музыкальный кружок. Перспектива вступления куда-либо сразу после перевода выглядит для меня не слишком привлекательной. Так, сохранить. Окей, сейчас. Так, с ним продолжаем. Интересно, действует ли здесь то же правило насчёт кружков, что и в моей первой школе? Членство в кружке обязательно? Нет, просто желательно. Хорошо, гора с плеч. Кажется, я с ней слишком разотковенчився, это её немного позабавило. Мы с ней начинаем, наконец, пить чай, пока он окончательно не остыл. Взглянув рели через плечо и замечаю, что из окна струится оранжевый закатный цвет. Даже здесь, если мне не стоит на месте. Мдааа, время быстро полетело. Прости. Точно, она слепая. Конечно же, не может увидеть, что солнце садится. Кажется, солнце склонится к закату. Мне показалось, что это стало для неё неожиданностью. Видимо, она тоже потеряла счёт времени. Извини, Хисао, я не хотела тебя так задерживать. Я пытаюсь развить её беспокойство. Да нет, ничего страшного. Библиотека ведь ещё открыта. Она замолкает и не надолго задумывается. Наверное, мне стоило задать этот вопрос Сидзуны дабил шанс. Впрочем, и Лили наверняка легко может на него ответить. Верно. Она открыта до половины седьмого. Побудем. Бегая взгляд на часы подтверждают, что у меня ещё достаточно времени. Хм, в таком случае я пойду. Приятно было поболтать Лили. Сохраняя всё ту же благочестивую позу, она с вежливой улыбкой кивает меня. Взаимно. Кстати, может быть мне стоит попроводить тебя в библиотеку? Нет-нет, ты и так очень много помогла мне. Думаю, я без труда её найду. Её отыщу. Но если только навык ориентации, ориентирование на местности меня не подведёт. А такое нередко случается. Это нисколько меня не затруднит. Я как раз собираюсь поговорить с библиотекарем. Могу представить тебя ей. Всё лучше и лучше. От такого предложения сложно отказаться. Было бы здорово, раз ты не против, спасибо. Она встаёт и, взяв прислонённую к её сумке трость, следует за мной. Её трость гораздо тоньше и длиннее, чем у моего одноклассника. Наверное, потому что она использует её, чтобы ориентироваться в своих пространствах, а не для опоры при ходьбе. Направляясь в библиотеку, мы выходим из комнаты и оказываемся в пустом кредуре. Я иду, не торопясь, подставляясь под её неспешные шаги. Спустя некоторое время мы подходим к двери помещения, расположенного ровно в центре здания, а не в каком-нибудь крыле. Даму вперёд! Она признательно улыбается в ответ на этот жест и заходит внутрь. Слева от входа располагается стол библиотека, нижние полки ровными рядами стоят по правую руку. По сравнению с библиотекой моей прежней школы, это кажется мне просто огромной. запах старых книг придаёт этому месту, можно сказать, дух стойны. Считателей в этой части здесь почти нет, все гуляют или отдыхают в общежитии. Юка, ты здесь? Она задаёт этот вопрос в пустоту, потому что библиотека, кажется, нет на месте, а Лили этого, конечно, не видит. Но, к моему удивлению, ответ всё же следует. из подстава библиотека раздаётся звук удара, а следует за ним тихий стон. Ай, 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 ай. Голос принадлежит девушке, которая уже выбралась из подстава и теперь стоит перед нами, неуклюже, потеряя затылок. Привет, Лили. Чем могу помочь? Она старается, чтобы её голос звучал, как ни в чём не бывало. Добрый день. Что произошло? Я слышала какой-то странный звук. Ничего, я всего лишь немного ушиблась. Видите ли, я уронила ластик после стола, а пока искала, упал и карандаш. Я стала искать и его, а потом ты пришла и позвала меня. Так неожиданно. Ты в порядке? Прошу прощения. Я не нарочно. Всё нормально. Я в полном порядке. Не переживай за меня. Это ерунда. Со мной и похуже бывало. Она смешно перерывает извинения Лили, словно отвергает самовозможность, что шишка на голове может ей хоть сколько-нибудь беспокоить. Да, бывало и похуже. Хе-хе. Она нервно перебирает пальцами, а с лица Лили никак не сходит стревожное выражение, затем Юка без видимой причины начинает перекладывать с места на место какие-нибудь бумаги. Юка немного ниже, Лили. На покрытом веснушками и носике небрежно сидят очки. Ее облик идеально соответствует стереотипам о внешнем виде библиотеки. Ах, Дали Лили, ты получил мое сообщение. Сообщение? Хм. А, о том, что прибыли новые зарубежные книги. Именно, именно, наконец-то их достали. Невероятно, что так долго, но... Внезапно перерыва в своё великоливание, она обращает внимание на меня. Отчасти я почти уверен, чтобы сменить тему разговора. Ой, простите, я вас сразу не заметила. Вы хотите взять книгу или вернуть? Извините, извините. Такая резкая смена настроения сбивает меня с толку. Он пришёл со мной. Юко, это Хисао, наученик. Хисао, это Юко, школьной библиотекой. Приятно познакомиться. Хисао? Верно, Хисао. Я тоже рад познакомиться с Хисао. Она явно пытается отпечатать моё имя у себя в голове. Юко, часто заказывает для меня книги на Брайле. Ты не расскажешь Хисао вкратце о библиотеке. Невинные предложения Лили повергают библиотеку в панику. Я умоляю, Лили, я не могу, я не знаю, что именно его интересует. Это слишком большая ответственность. Я не понимаю, каким образом это может считаться ответственностью, но она выглядит так, будто скорее сгорит на месте, чем покажут мне пауки с Ранобе. Но много здесь книг на Брайле. Я пытаюсь спасти ситуацию, спросив первое, что приходит мне в голову. Отчасти это срабатывает юка, не то, что приходит в себя, но начинает держаться чуть более расслабленно. Ну, думаю, примерно треть или четверть библиотеки книги, потому что у школы хорошее финансирование. Наверняка так. На книги тратится больше денег, чем на мою зарплату, а мне их потом еще приходится по полкам расставлять. Книги ужасно тяжелые, и расставлять их так трудно, что я иногда хочу уволиться. за эти откровениями за этими откровениями следует неловкое молчание. Ммм, я, пожалуй, пойду осматриваюсь. Думаю, для всех будет лучше, если этот разговор завершится сейчас. Очень хорошо, а пока, Юка, я бы хотела забрать эти книги, если ты не против. Мое первое впечатление оправдалось. Библиотека удивительная большая, удивительно большая. Прогуливаясь узкими проходами, я изучаю корешки книг, время от времени вытаскивая какую-нибудь, чтобы прочитать аннотацию и забрать, если книга покажется интересной. Ну и на его похождения, чьи в приключениях в библиотеке мы и заканчиваем. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!